Музейные редкости Хожу я туда, чтобы отыскать возможность наслаждаться, но не искусством Впрочем, то, что я ищу, тоже можно назвать искусством И даже более высокого класса, чем картины Однако само наслаждение в стенах музея происходить не может А может только возникнуть надежда на наслаждение вне музея Короче говоря, я хожу в музей, чтобы познакомиться с бабами То бишь ищу среди неподвижных произведений искусства Произведения искусства самоходной, с пиздой Сложность заключается в том, что красивые женщины искусством не интересуются Им некогда по музеям ходить, их ебут Ну а когда они хотят перевести дух, то они, может, и выползут из кровати в музей Но только с йогарем Ведь все, что женщине требуется, это не искусство, а спокойная жизнь А для этого и нужен лишь твердый кусок хлеба и не менее твердый кусок мяса Разумеется, из всякого железного правила бывают цветочные исключения На них я рассчитываю Идя в музей, я устанавливаю себе минимальную норму Познакомиться хотя бы с одной Это для поддержания охотничьей формы Чтобы не позволять себе расслабиться и уйти ни с чем Чтобы не превратиться в лесу с якобы зеленым виноградом Он и впрямь может оказаться зеленым И есть его я не стану, но сорвать его я все равно обязан Помимо редких красавиц Появляются в музее и обычные смазливые самочки Один из критериев смазливой самочки У нее должна быть хорошая смазка Но основной контингент для бительниц искусства Это бабы без спроса И без предложения И даже без предлога Для какого-либо союза Ведь женщина это нечто подлежащее Ну иду-ка я в сторону от словоблудия Поближе к сути Подступ к которой упрощается Если посетительниц музея Разделить на ниже следующие категории У женщины, у разные Самая многочисленная категория Это туристки Которым приходится убивать свое время на музее Иначе они умрут со скуки Они либо ни за что не хотят любовных приключений Потому что скоро уезжать И ничего длительного не предвидится Либо они жаждут любовных приключений Потому что им скоро уезжать И ничего длительного не предвидится Другая категория Это недавно переехавшие в наш город Это постоянное жительство Они еще не успели обзавестись Съебарями и вынуждены кое-как убивать свою досу Иначе тоже умрут со скуки Это самая вкусная добыча Ибо она жаждет быть пойманной Такие женщины голодны И горят поскорей заполнить Свои разнообразные пустоты Мужской плотью Некоторые посетительницы Оказываются в стайке вокруг экскурсовода Как завороженные Они слушают напыщенные Надуманные объяснения Поистине очевидного И уходят из музея с уверенностью Что уж теперь-то Они стали понимать искусство Таким хорошо подходить сзади или сбоку И бросать им в ушко Глубокомысленные реплики Или ушко Наверное ушко И бросать им в ушко Глубокомысленные реплики Дополняющие рассказ экскурсовода Или не имеющие к нему Никакого отношения В лучшем случае Мне удается выманить самочку из группы И начать собственную экскурсию По ее достопримечательным местам А в худшем случае Я вынужден удовлетворяться Хотя бы тем Что мешаю ее слушать чепуху Затем существует категория Мнимо одиноких Ходит себе и ходит девица Вдоль и поперек картин А я вокруг да около Ни на кого она взглядов не бросает Ни мужиков поблизости не видать Подхожу к ней И завожу разговор Который происходит в пределах Средней оживленности И вдруг Как из-под земли Вырастает ее хахль Который как оказывается Слонялся в другом зале Или не вылезал из уборной В течение часа Приходится Как ни в чем не бывало Отваливать в противоположном направлении Такое недоразумение Происходило А лишь в начале моих охотничьих вылазок Теперь при подходе к одинокому Я начинаю с того Что исключаю Мнимость одиночества И спрашиваю нечто вроде Каким это образом оказалось Что вы находитесь одна В храме искусства Которая возбуждает такие сильные эмоции Что поделиться ими С кем-нибудь из прихожан этого храма Становится необходимым Если в ответ на этот вопрос Баба шалеет И спрашивает Чего? Я быстро адаптирую текст И переспрашиваю Вы здесь одна? На такой вопрос Она уже способна дать Однозначный ответ И в зависимости от которого События либо начинают развиваться Либо мрут на корню Есть категория посетительниц музея Под названием Две подружки Комбинации могут быть следующие Либо обе уродки Что бывает, увы, в большинстве случаев Как говорится Типичное не то Но с пиздой Либо одна уродка А другая смазливая Но никогда не случается Чтобы обе подруги Были хороши собой Женщины не терпят конкуренции У них здравствует симбиоз Дурнушка, с одной стороны Оттеняет привлекательность Своей подруги А с другой стороны Надеется, что ей Благодаря смазливой подружке Какой-нибудь мужик перепадет При таких обстоятельствах Я начинаю разговор с дурнушкой Которая от счастья Сразу начинает течь Смазливая же Недумевает И раздражается Нарушением закона Человеческой природы Согласно которому Для мужчины-самца Привлекательная внешность Важнее течки А я лишь невзначай Узнаю имя смазливой И говоря с дурнушкой По сути дела Обращаюсь к ее подруге Так жена говорит ребенку То, что она хочет Чтобы услышал рядом стоящий муж Не желая этого Говорить мужу прямо В конце концов Я беру телефон у дурнушки И чтобы смазливая Совсем не свихнулась От удивления В последний момент Беру телефон и у нее Дурнушка чувствует себя Победительницей Но звонка моего Она не дождется Я звоню смазливой Которая не может взять в голову Как это она могла потерпеть Поражение дурнушки И уязвленная Вдруг слышит мой звонок Я объясняю Что не хотел сделать Что не хотел Чтобы дурнушка Чувствовала себя Таковой Что я не желал Сделать ей больно И обращал все внимание На нее Тогда как в действительности Только и мечтал Поговориться с смазливой У той падает Камень с сердца А кроме того Он начинает меня уважать За такую деликатность И благородство И соглашается Стретиться со мной Чтобы в конце концов Раздвинуть ноги Впрочем К сожалению Бывает и другой вариант Нераздвижной Следующая категория Посетительниц Это студентки Художественных колледжей Или колледжей Колледжей по русски Колледжей по английски Колледжей Они приходят С мольбертами Блокнотами И прочими атрибутами Чтобы скопировать И не запечатлеть То, до чего Им не дотянуться На какие бы цыпочки Они не вставали Часто их волосы Покрашены в оранжо-фиолетовые цвета В ноздре болтается колечко Как металлическая софля Которую не высморкать Кожаная одежда На них Призывает Содрать с них кожу С этими можно Не церемонить Говорить об искусстве Предпочтительно Об эротическом И они Не возражаются Укупиться Поскольку Еще не зациклились На идее замужества Которое Фатально поражает Женский ум В 30-ти годах Студентки готовы К экспериментам На человеке Что по исконному Смыслу слова Человек Означает На мужчине Эта категория Прекрасна Хотя бы своей юностью А то знакомится С женщиной Которой 30 Если у нее нет детей То думаю Что это за баба У которой не было желания Займеть ребенка До стольких лет Если же у нее есть дети То я думаю Вот Наебла детей А теперь только и думает Как бы их посадить На шею новому мужу А разрешение Этой антиномии И есть Обращение К юным девушкам Представительницы Всех этих категорий Испытывают Огромное уважение К себе Из-за того Что торчат В музее А не в баре Или в дансинге Искусство Видите ли Огромное уважение Огромное уважение Огромное уважение Огромное уважение